Баклажаны можно квасить, солить, жарить и мариновать. Традиционно, самой большой популярностью пользуется баклажанная икра. Используя обычную мясорубку в этом рецепте, мы получим идеальную структуру. Рецепт достаточно легкий и простой, а ингредиенты доступные. Хотите порадовать своих близких вкусной закуской или просто украсить праздничный стол знаменитой икрой из баклажанов, тогда смело берите этот рецепт на заметку. Расскажу, как приготовить баклажанную икру с помидорами через мясорубку на зиму. Готовьте и наслаждайтесь вкусом. Баклажаны, 1 килограмм. Перец сладкий, 750 грамм. Помидоры, 500 грамм. Лук, 250 грамм. Чеснок, 1 штука, головка. Морковь, 250 грамм. Растительное масло, 100 миллилитров. Уксус 9%, 50 миллилитров. Соль, 1 столовая ложка, по вкусу. Сахар, 2 столовые ложки, по вкусу. Количество порций, 6, 8. Подготовьте все ингредиенты. Противень застелите пергаментом или фольгой, смажьте маслом и выложите в один ряд перец и баклажаны. Баклажаны наколите вилкой в нескольких местах. Смажьте овощи при помощи кулинарной кисти растительным маслом и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте до полной готовности. В процессе овощи необходимо перевернуть один раз. Готовые баклажаны переложите на тарелку и остудите. Перец положите в целлофановый пакетик и завяжите. Оставьте до полного остывания. Благодаря этой простой манипуляции, впоследствии у перцев можно будет с легкостью снять шкурку. Лук нарежьте перьями, морковь натрите на терке. Обжарьте лук и морковь на сковороде до мягкости. Помидоры нарежьте на четвертого части. У перцев снимите шкурку и удалите семенную коробку. Баклажаны также очистите от шкурки. Все подготовленные овощи, кроме чеснока, прокрутите через мясорубку, перец, баклажаны, помидоры, лук и морковь. Тушите овощи под крышкой на небольшом огне 30 минут. Тем временем подготовьте соль, сахар и уксус. Количество соли и сахара может потребоваться чуть больше или меньше, все зависит от ваших предпочтений. Сначала добавьте небольшую часть, а затем снимая пробу, выровняйте на свой вкус. По истечении указанного времени, добавьте пропущенный через пресс чеснок, соль, сахар и уксус. Тушите все вместе еще 10 минут. Баклажанная икра через мясорубку на зиму готова. Разложите икру сразу же по стерилизованным банкам. Закатайте, переверните вверх дном, укутайте и оставьте до остывания. У меня получилось две баночки по 700 грамм. Хранится такая икра в обычных условиях. Удачных вам заготовок.